Весна пришла, а это значит, что совсем скоро откроется новый дачный сезон. Перед его началом уже по традиции на очередной встрече собрались садоводы и огородники, председатели и представители садовых и огороднических товариществ. У садовода накопилось много проблем не только по земле и строениям, но и по свету, по газу, по дорогам и другим вопросам. Все те проблемы, которые есть, мы ставим сегодня во главу угла, и я думаю, что в дальнейшем нам легче будет работать. На этот раз на семинаре в администрации собрались как щелковские садоводы и огородники, так и их соседи из Лосина-Петровского, Фрязина и Черноголовки. Обсудить ряд насущных проблем, связанных с опорвлениями объектов, с опорвлением земельных участков, с кадастрированием объектов. Вопросы, связанные с коммуникациями, которые обеспечивают ваши объекты на земельных участках, вопросы налогообложения. Темы обсуждения касались 217-го федерального закона о ведении гражданами садоводства и огородничества. Отдельно затронули вопросы дачной амнистии, лицензирования скважин, а также вывоза мусора. Мусор. Отрадно слышать, что договоры заключены, тоже очень было непросто. Мы это начинали, но тем не менее мы справились, и надо сказать, что мы справились более успешно, чем частный сектор. Это большая заслуга каждого председателя. Дачная амнистия была большая просьба вернуть. Эту норму мы вернули, но получилось несколько этапов. Я напомню, она стала сложнее. Дачная амнистия по части строений продлится до 1 марта 2021 года, по части приватизации до 1 марта 2022 года. Кроме того, на семинаре отметили, необходимо уделить внимание границам земельного участка. И стоит учесть, если дом расположен ближе 3 метров от забора, зарегистрировать такую постройку не получится. Говорили о электросетях. В Московской области с 2019 года начала действовать программа передачи сети объединений садоводов на баланс МАЭСК. Она действует 2 года. Собственно, 19-й и 20-й. Для того, чтобы профессиональная сетевая компания могла заботиться о беспрепойности, надежности и энергоснабжении. Ушло в прошлое то время, когда это должны были делать садоводы. В настоящее время на территории городского округа Щелково расположено более 270 садовых и огороднических товариществ. В соседнем Лосинопетровском 140. На семинаре обозначили проблему брошенных земельных участков. Таковых участков у нас двух городском округе Щелково и городском округе Восьмой Петровский более 2,5 тысяч. Вы понимаете, что это тяжелым временем ложится на председателя. Отметили, время не стоит на месте и развитие инфраструктуры – то, что является веянием времени. На следующий год у нас запланирована газификация ДНТ и СНТ. Сам Анатолий Николаевич знает, он доведет. У нас две новые дороги. При конструкции у нас программы есть дорога к СНТ, ДНТ. И порядка 10 дорог запланированы для ремонта. В настоящее время в рамках ГБУ уже запущена новая акция. Это ветераны Великой Отечественной войны по оформлению недвижимости и земли. Работа будет пополняться за условный рубль. И запущена новая акция. Это на газетной семье представляется скидка 20% на неживание и подготовку технических планов. В день семинара депутат Московской областной думы Владимир Шапкин наградил почетными грамотами руководителей садовых товариществ за образцовое ведение приусадебного хозяйства. Председатель управления районного союза садоводов Анатолию Штоклову вручил юбилейную медаль 25-летия Мособолдумы. Анна Блиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.